Всем привет! В этом видео я покажу, как я в осенью ехал искать Scania Euro 3 или Euro 4 без AdBlue. Ничего я не нашел, все варианты были не такие уже хорошие. У меня пропало много материала. Материала с телефона осталось только то, что я снимал на GoPro. Это, конечно, печально. Не судите за русский язык. Это не мой родной язык. Ну, просто смотрите, что мне удалось сохранить из материала. Может быть, кому-то будет интересно. Пока! Так, по салону. Ну, тут, конечно, не очень чисто. Что-то они пытались чистить, но не особо получилось. Нету холодильника. Это плохо. Это уже где-то 300 евро. Считаем, смотрим. Ну, там, там все грязно. Грязно, грязно, грязно. Рация есть. Но это... Я даже не буду проверять. Мне неинтересно. Работает аналоговый тахограф. Все вроде там. Посмотрим, что на шайбе. Если есть. Шайба есть. Все тут. Все там нормально. Так. Та-да-да-да-да-да-да. В комментариях было один раз, что, типа, я... Я... С ботинками хожу по кабине, но просто тут так все грязно. У меня... Если я в носках буду тут ходить, то... У меня носки становятся грязные. Да, если я вижу, что машина очень чистая, я хожу в носках. Так же, как и еду я в носках. Я вообще на своей кабине, я вообще в ботинках ни разу, по-моему, даже не был. Но тут просто нету смысла в носках ходить. Потому что, ну, тут грязно. Так, проверяем все кнопки. Открываем окно. Машина заводилась нормально. Работает нормально, потому что... Скания вообще... Мне не нравится, как работает двигатель. Какие-то страшные звуки всегда. Но тут все нормально. Удивительно, но нормально. Так, там все работает. Посмотрим. Так. Зеркало работает. Тут все... Тут все нормально. Подушки спускаются. Какой-то звук такой неприятный. Что-то там трется. Так, еще вот все эти кнопки надо проверить. Конечно. Так. Кондиционер. Посмотрим. Так себе. Вроде что-то холодное есть. Но, может быть, и нету фреона. Продавец, конечно, будет настаивать на том, что там фреона нету. Ему и... И нечего об этом говорить другого. Только что фреона нету. Но, может быть, и... Может быть, и проблема не в этом. Но... Что-то холодное есть. Но не так, как надо. Ладно. По ошибкам показывает, что ничего там нету. Три-кома-два. Но это уже не так уже хорошо. Потому что мотор еще... Не так уже прогрет. Будет еще поменьше. Посмотрим. Если до двух, то уже понятно, что... Что все... Не так уже хорошо. Как хотелось. По тормозам видно, что все вроде нормально. Одинаково. Износ колодок одинаковый. Ну, если, конечно, все правильно показывает. Но... Там 65-69. Это не страшно. Это нормально. Просто... Если какой-то суппорт клинил, то... Разница была бы побольше. Engine Total House. Это... Сколько часов проработал двигатель? Сейчас посмотрим. Совпадает ли все или нет? Просто... Стереть эти данные... Это... Это... Это нелегко. По этим данным можно посмотреть, реальный уровень пробег или нет. Ну, в основном. Это, конечно, возможно стереть как-то. Но это... Это очень сложно. Так, часы... Ну, допустим, 50 километров в час в среднем. Миллион сто сорок четыре. Тут миллион двести пятьдесят шесть. Так что, наверное, совпадает. И... И как бы... Гидравлика тут, наверное, не было. Ну, это так. Это, конечно, не показатель. Но... Ну, так. Посмотреть... Это можно. Сейчас я буду нажимать тормоз. Так. Не слышно, что где-нибудь травило бы. Так что... С этим, наверное... С этим, наверное... Так, еще раз... Тормоз... Нажимал. Все... Все показатели... В норме. И слышно тоже. Не слышно вроде. Вставление уже 2,4. Но это уже... Скоро будет 2. Это уже не так. Должно быть... Должно быть... Хотя 3. Видимо... Гидравлики не было тут. Ну, резина вся плохая. Сзади и спереди. Я не буду даже поднимать кабину. Потому что тут смысла нет. Машина неинтересна. Не то, что я ищу. Спойера нету. Там еще поломанный. Ну, как бы... Верхняя часть спойера. Ну, и тут тоже много косяков. Так, по поводу машины. Машина была не такая, как казалось. Конечно, за такую цену. И... За такой пробег не можно ожидать что-то... Очень-очень хорошее. Но там уже все было убыто. Там не было живого места. Машина была совсем не живая. Ну, как бы... Можно найти что-то дешевое. Но с живым мотором. И... В живом виде. Просто с каким-то дефектом. Ну, это именно то, что... Мы сейчас ищем. Пускай бывают какие-то дефекты. Это мы можем устранить. Но сама машина должна быть... Хоть немножко живая. Так, не качает воздух вообще. Миллион шестьсот. Ну, это сразу понятно, что... Машина будет... Не очень живая, но... Некоторые в хорошем состоянии. Но тут... Видимо, уже слишком много проблем. И она не дешевая. А без... А, ну это потому что воздух... Воздух просто не качает. Ну, с виду машина, конечно... Конечно, нормальная. Но... Но... Но ничего тут нету хорошего. Уже... Миллион шестьсот... Ну, так себе. Может быть, и машины в хорошем состоянии. Но это не то. Это уже... Мертвое. Это уже мертвый эксимпляр. Нету живого места. Отполированное и все. Тут... Обслуживание... Также и ремонты... Очень часто делается в своих гаражах. Тут на высоком уровне тюнинг. Так что... Есть много гаражов, которые делают тюнинг, обслуживание. Там все вместе. И все это делают на высоком уровне. Так что... Очень часто... На машинах... Нету историй. Как бы просто... Не можно... Никак достать информацию. Это проблематично. Также... В Голландии часто скручивают пробеги. Так, если вы тоже ищите машину, то я вам тоже советую. Если вы видите, что машина вам не понравится, так... Не тратьте... Своё время. Просто... Смотрите говно. Уезжайте. Не пытайтесь там найти... И шок проблемов. И понять, зачем это... Если вы видите, что машина не живая, то нет смысла там... Остаться. В моём понимании. Я так делаю. Конечно, каждый может по-своему сделать. Машина так себе, но... На пробег уже у неё... Миллион шестьсот. И хотят... Шестнадцать тысяч. Но это слишком много. Для такого пробега... Ну, конечно, V8. Да. Но это слишком много. В принципе, может быть и машина сама по себе неплохая, но... Но цена... За такой пробег... Я вообще-то обрадовался, когда их увидел. Думал, что они не поставили в интернет. Приехал, я буду первым, кто заметил. Наверное, хорошая цена будет. И так далее. Либо там... Хороший пробег. У них обычно около... Тут... На этих машинах было... Миллион... Миллион сто, миллиона двести. На это ещё более-менее, но... Миллион шестьсот... Это уже слишком много. Боковые стёкла оригинальные. Два тысяча шестого года. Ну, передние тринадцатого. Это получается, что... Меняли. Ну, это нормально. Тоже. Машинка отполирована. Так. Фары не родные стоят. Так что... Что-то тут билось. Но это нормально. Для такого года. И для такого пробега. Это нормально. Грузовику, что что-то где-то не так. Так. Крышка нету. Так. Машина получается, наверное, из Швейцарии. Я так думаю. Поскольку номер маленький. Вообще-то эти машины из этой фирмы, они как-то ушатаны. Непорядочные какие-то. Фирма по себе вроде смотрится, что хорошая следит за машинами. Но, видимо, водители либо меняются очень часто, либо очень много у них таких, кто не следит. Сам бампер тут тоже не стоит. На первом взгляде машина очень аккуратная. Но потом, когда начинаем смотреть, она просто подкрашена так, бля-бля-бля-бля-бля. Хорошо почистили, конечно. это все нормально как бы смотрим так тут тут все красилась уже видно так что машина где-то было надо смотреть насколько она насколько она сильно пострадала так ну да машина машина была под перекрашена в многих местах уже видно будем смотреть зачем это так не пострадала очень сильно ли она так что у нас тут это как бы может быть что менялась нам они тоже тоже бывает что надо все это дело менять ну конечно почистили они хорошо но усталость чувствуется осталось пробег вы пробегу пробегу так и так можно увидеть холодильник не оригинал это не беда вроде а у нас есть и колхоз но эта машина старая тут тут ничего такого диски красили вот так что там там и краска попала на колодках но она так немножко они питали что-то убрать среди старости и следи следи но машина была в желтом цвете и получила довольно сильный удар спереди потому что очень много тут колхоза детали скручивались перекрук перекручивались много чего неродное уже стоит как бы слишком много деталей поменено тут там видно что очень грязно где-то масло валилось до фига там я не буду поднимать камеру но там очень все грязно так не должно быть а среди пол с польши поэтому и понятно тут уже конструкторы короче открыл капот и понял то что она точно перекрасилась она была желтая но эта сторона как бы еще один раз перекрасилась потому что потому что там среди что еще один слой краски получается с другой стороны все нормально так я уже узнал что что машина из польши из город даже город узнал где она была но почистили они конечно очень хорошо даже очень молодцы прям уже молодцы но я так думаю что они тут я видел поляков которые забирают хорошие тягачи наверно они они эту машину приобрели в польшу и просто попросили чтобы торговец поставил на своем площадке что-то да они там сделали как-то попытались ее освежить но получилось так себе знаете тут может быть и мотор нормальный но не хочется мне его смотреть ну пока 4,6 но это хорошо но какой толк если мотор еще холодный посмотрим ну пусть еще прогревается но как-то он не очень интересно машина уже потому что но может быть что-то еще скалхозили или что-то такое но она перекрашивала с морда была бытая ну наверное наверное толка нет тут смотреть окно как-то не очень работает не поднимется что вел давай поднимайся вот на поднимайся